Изменения в привычном движении транспорта начнутся за два дня до праздника. В основном это коснется проспекта Мира и улицы 50 лет Октября. 18 августа в первой половине дня ограничат проезд машин по нечетной стороне Мира. А с 6 утра 19 августа нечетную сторону этого проспекта опять закроют. Уже до окончания всех праздничных мероприятий. 20 числа с обеда по проспекту Мира проехать будет нельзя. Начиная с 30 лет Победы Мира до Мурадьяна Менделеева. По проспекту Строителей до Мира Строителей и Мира Студинской Строителей. По Бакюрманьщая, начиная с перекрестка Мира Бакюрманьщая до Шинника Бакюрманьщая. Коснется временное ограничение и улица 50 лет Октября. Так что водителям придется набраться терпения и переждать временные сложности. Впрочем, они готовы потерпеть. Все хорошо, пусть гуляют. Самое главное, чтобы люди были счастливы и все было прекрасно. Это же все-таки праздники, наверное, будут какие-то. Ну и все, все хорошо. Нормально отношусь к этому, в принципе. Что тут такого, я думаю. За рулем в этот день будете в эти дни садиться? Или все-таки новый маршрут какой-то? Выберем другой маршрут, конечно. Приспособиться придется и пассажирам общественного транспорта. Поскольку отдельные улицы перекроют, автобусные маршруты изменятся. Восьмерка будет работать с Мира на строительный через Химиков. Восемная будет работать с Юмбике. Далее уже по маршруту через Горбальницу. Также такая же схема ожидается и 19-го, и 20-го. А схема движения общественного транспорта уже маршрута, который проходит по проспекту Мира. Это 56-й маршрут, 25-й маршрут, 59-й маршрут. Они на время перекрытия будут работать через Юмбике. Десятый маршрут будет работать на время закрытия 20-го числа уже по проспекту Химиков через Вахитово. Кстати, ходить автобусы в эти дни будут чаще. Интервал движения изменят и для трамваев. Будет увеличен интервал движения трамвая номер 2, горлитротранспорт. Учитывая, что ожидается большое количество людей на открытии набережной, есть договоренность с Арфалем Могиловичем о том, что интервал движения трамвая каждые 2 минуты будет входить в состав. А вот информация для владельцев личного автотранспорта. 20 августа для них будет организована парковка на проспекте Шинников. От перекрестка с улицы Бакюрмачи до Менделеева. Места для парковки предусмотрят и за пределами города. Для удобства нижнеканцев и гостей города парковочные места организуют прямо на набережной. Здесь могут разместиться 100 автомобилей. Как только места здесь закончатся, парковку организуют на Красном ключе, напротив Дома культуры. Ну а если и там мест на всех не хватит, машину можно будет оставить на улице Лесной, напротив автозаправки Таи ФНК. Что касается дачников, транспорт будет ходить по расписанию, а с 21 августа еще и по привычному маршруту через Красный ключ. Яна Чупахина, Максим Лепин, Новости НТР.